Вчера 10 часов воды не было. 10 не было, но вода не было. Я жаловала в третьем часов, пошла в ниточку. Мы купаемся уже в кастрюльках, ровно мы сидим. В центре города это вообще... Спрашиваешь, на каком основании нас отрезали. Они говорят, была авария, временно вас заглушили, а потом, а теперь будем мы решать этот вопрос, когда мы подали заявление, когда мы подали... 22-го. 22-го числа, месяц будем решать, что с вами делать. Я живу в этом доме 25 лет. Не было проблем с водой никогда. Да, вода была всегда, и вода была по полной программе. То есть мы поливали и купались, и все. Вот две недели назад у нас случилась беда. У нас во всех наших домах исчезло водоснабжение. Мы встаем в полчетвертого утра и бежим в надежде на то, чтобы каким-то образом ополоснуться. Иногда надежды не оправдываются. Ну, такая картина наблюдается на трех улицах нашего поселка. И на фоне 40-градусной жары это очень губительно действует на все процессы, которые должны происходить нормальные по-человечески. Вот так вот выглядят посадки. Все сохнет, палить нечем. Набираю воду. Хватает только искупаться. Чтобы хоть как-то поливать огород, мне пришлось закопать такие бутылки пятилитровые, сделать в них дырочки. Потому что нереально. Посадки все погибнут. 24 апреля я получила уведомление о том, что для жителей частного сектора будет увеличена оплата за сотку по коммерческой стоимости или у того, кто не поставил приборы, тому будут насчитывать большие суммы. Я сразу же поменяла счетчик, он у меня стоял. Я его поменяла. Приехала в Доканал, сдала документы. И мне сказали в Доканале, что в течение 10 дней или 2 недель ко мне придут и счетчик опломбируют. Сегодня 3 июля, никаких визитов не было. И мне прислали квитанцию на 5800 рублей. Хотя счетчик у меня считают с 24 апреля. В колодце ставит счетчик, но никто его не приходит учитывать, чтобы можно было по нему платить. И это будет совсем другая сумма. Я не думаю, что мы на 5800 можем использовать воды. Вы смотрите, мне квиточек прислали на 6800, а у меня пенсия 8000. Как я им могу заплатить? И до сих пор, с 2 месяца, до сих пор они не опломбируют. А должно 3 недели. И где они? У нас ни одного нету гидранта. Нету гидранта. Здесь не поставлено. Ни одного пожарного гидранта нету. Если что случится, приезжает пожарка, вылила воду, а набрать уже негде. Вот сегодня мы собираем подписи. Подписи мы поставили в заявление об административном правонарушении. Все жильцы с улицы Крутовражной, Житкурской и Днепровской. Вот здесь мы их собираем. Пока еще процесс продолжается. Завтра мы собираемся их отправить, направить в концессию водоснабжения. Прокуратуру, также в администрацию.